Доброе, 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 доброе утро! Доброе, 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 доброе утро! Кирюха опять же такие кушает блины, потому что это самое ее любимое занятие. Она уже накормила Лилюшку, тут Шанти стоит, заражит. И помыла посуду. Потому что тоже сильно хочет кушать. Да, Кирюха даже посуду помыла, умничка моя. А вы знаете, почему сегодня Кира не в школе? Потому что карантин. Потому что оказывается сегодня снова карантин. А знаете почему? 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 Расскажи-ка, Кирюха, почему сегодня карантин? Потому что навалило очень много сухорубов. Да, и бедные дети, они никогда не видели зимы, и никогда не видели столько снега, и им сказали в школу не идти. Просто некоторые дети на машинах, и они постоянно опаздывают. Только по этой причине. Так может просто некоторым детям нужно пораньше просыпаться? Да. А на улице на самом деле вот такая вот погода сейчас у нас. Ну да, снега много. Но я не знаю, я вчера на работу абсолютно нормально доехала, и доехала после работы тоже абсолютно хорошо, потому что на самом деле все дороги достаточно стараются чистить хорошо. Вот орхидеи наши растут. Посмотрите, какие красивые. И я росла. Какие красивые. И Кирюха растет, конечно, кушает вкуснячие блины со сгущеночкой. Вкусняшки, да? А чем ты сегодня, Кирюха, будешь заниматься, когда я уйду на работу? С Лилюшкой будешь играть? И, наверное, доделаешь уроки, да, которые не доделала. Ой, Лили там тоже сидит, наслаждается, девочка наша. Ладно, зайка, приятного аппетита. Всем, кто кушает, тем тоже приятного аппетита. А я тоже тут наслаждаюсь утренним кофем. Так что... Мама, а покажи мои рисунки, которые я вчера делала. А какие ты вчера делала рисунки? Я не знаю, давай ты сейчас сама покажешь. У нас пять ложей труды. Давай ты сама сейчас покажешь. Ты сейчас покушаешь, и мы покажем рисунки. Как раз у меня еще есть время до работы. Мы успеем все показать, окей? Десять средней. У меня еще времени миллион. Час. Так что приятного аппетита, кушай. Ой, смотрите, Кирюха уже позавтракала. Я только закончила, она начала играть в лего. А что, ты строишь замок какой-то, да, Дэцин? А, это какой-то кафетерий, да, солнышко? Да, мы с тобой его пробовали делать. У нас что-то не очень получится. Ну, сейчас у тебя точно получится. Так ты рисунки покажешь? Да. Сейчас. Покажи, зайка. Рисунки, потому что маме уже надо бежать. Собаки очень расстроены, да? Вот такие чудики. Рисунки покажешь? Бегом, бегом, бегом. Где рюкзак, где рюкзак, где рюкзак? Где рюкзак, где рюкзак, где рюкзак? Квест по комнате в поисках рюкзака. Это ты делала почем? По трудам и по рисованию? Да. Давай, покажи. Мне очень интересно, конечно же. Я вчера не видела, пришла домой, они уже спали. Жабка. Ух ты! Слушай, вы такие прикольные штуки делали? Да. Класс. А у тебя, по-моему, еще такая лисичка есть. Котика я как-то уже показывала. Нет, это жабка, она прыгает. Не, перед этим ты делала. Да. А есть с собой у тебя лисичка, которую ты делала перед этим? Нет. Ты ее в школе оставила, да? Нет, я ее не делала. Как это? Ты же говорила, что ты делала. Ты мне показывала какую-то лисичку или кого-то там? Только голову. А, вот, смотри. Она пятнистая, с волосиками. Вот это лисичка. Да. Смотрите, какая. Смотрите, какая. Пятнистая, с ушками, с волосиками, с макияжем и с губами. Обалдеть. Это носик, а это губы. Ну, это я поняла, конечно. Классная лиса. Вообще. Это как вот оригами, да, это вы делаете? Оригами. Да. Это жабка. Жабки, я думаю, тоже нужно нарисовать, наверное, глазки там или еще что-то. Да, это вот так надо. Она прыгает. Только она прыгает всегда назад. А если ее вот здесь нажать? Смотри, ну вот вперед прыгать. Нет, это не сюда. Она должна вот так прыгать. А, прям аж высоко-высоко? Да. Она у меня один раз с вот такой высоты спрыгнула. Чу-х, прыгнула. Класс. Что еще у тебя там интересного? А, ну, показывай свои рисунки, поделки. А это почем? А, это, подожди. Это штурды, по-моему, да? Это вот эти вот жабы ты делала. Ага, вот она. Да. Рисование в школе забыла? Нет, я его брала. Может, я забыла, потому что она не до конца высохла. Да, забыла. Ай, как жалко, забыла. Я не забыла, она до конца не высохла. Ну, не страшно, в следующий раз покажешь. Хорошо, буду я собираться, все, тебе обязательно сфоткаешь мне, какое ты построила кафешку, договорились? Да. Все, солнышко, я побежала. Это кафеварня. Сейчас папа придет и обязательно сегодня, кстати, должен прийти. В общем, сегодня должен прийти снова сотрудник Воля Кабель. Я надеюсь, что сегодня они все-таки меня отключат. Правда, не знаю, как у них получится, потому что у них по ихнему режиму я должна присутствовать обязательно, так как я договор этот оформляла. А получается так, что меня сегодня не будет и будет только муж. В общем, я мужу дала задание. Давай ему денег, давай ему что хочешь, но чтобы они нас отключили, чтобы мы уже не платили им за все их оборудование и все-все. Потому что телевизор у нас не работает, то есть мы им не пользуемся вообще. У нас у Кирюхи планшет, у нас с мужем ноутбук. Мы захотели, подключили ноутбук к телевизору, включили то кино, которое мы хотим и смотрим, что мы хотим. Без рекламы и интересные вещи, потому что у телевизора постоянно какие-то глупые, тупые передачи. И на самом деле на меня только что Кирюшка обиделась. А знаете почему? Потому что я без спроса взяла ее помаду. Да-да-да, это ее помада. Еще она говорит, что я ее испортила. В общем, там был уголочек, и этот уголочек, он, ну, в общем, стерся. Когда я красила, он чуть-чуть затупился. В общем, придется мне, Кирюхе, теперь покупать новую помаду. Нет, не придется. Не придется? Я ее поточила. А, Кирюшка, я ее поточила. Все, Зойка, извини, солнышко, ты тоже уже накрасилась, да? Все, малыш, я побежала на работу. Давай, Семку. Зойка, аккуратно. Все, ребятки, я бегу на работу. Кирюшка остается дома. Ждать папу. Ее будут сторожить два серьезных пса. Всем пока-пока. Пока-пока.